День студента Спортивное сообщество не осталось в стороне, задумав студенческую спортивную ночь. Местом проведения стала главная площадь страны, а центром событий – каток, расположенный у стен Кремля. Главным талисманом студенческой ночи 2019 стала, конечно же, Юлайка – маскот предстоящей зимней универсиады. Мы знаем, что студенческие игры стартуют 2 марта в Красноярске. Ну а студенты наслаждаются сейчас моментами после сессии, когда можно отдохнуть, ну естественно, выразить свою симпатию к противоположному полу. Москва ответила категорическим «за», и это мероприятие, которое называется «Студенческая ночь», проходит под диктовку настоящих сибирских морозов. Ну а организаторы этого мероприятия подготовили различные зоны активности. Мы видим, здесь проходит хоккей. Кстати сказать, хоккей, естественно, входит в программу и студенческих игр. Здесь же и нано-керлинг, например, такой тоже есть вид. Здесь же можно поучаствовать и вот в таком виде, который называется «Настольный хоккей». Ну и, безусловно, получить удовольствие, а также поучаствовать в мастер-классах, которые будут проводить известные спортсмены. Это и олимпийский чемпион Максим Маринин, который, кстати сказать, является послом зимней универсиады 2019. Это и многократные чемпионы мира и чемпионы Европы Алексей Тихонов и Мария Петрова, наши прославленные фигуристы. Ну а одним из ведущих этого мероприятия стал еще один знаменитый не только в мире фигурного катания, но и далеко за пределами фигурного катания, блестящий в прошлом спортсмен. Ну а ныне человек, который в том числе делает подобного рода мероприятия, это Илья Авербух. Ну, мы видели с вами, дорогие друзья, как одна девушка взяла винтовку, пыталась прицелиться. Эдакий биатлон без лыж, а просто одна стрельба, но тоже можно здесь попробовать посражаться в своей меткости. Ну, посмотрите, какая атмосфера, обстановка, насколько красив этот каток. Ну и впереди нас с вами ждет еще одно увлекательное мероприятие, которое называется «Истафета». Ну, мы, конечно же, студенческую ночь рассматриваем через призму предстоящие универсиады. Я напомню, что 11 видов спорта будут проведены в Красноярске. Ну и Красноярск полностью готов к проведению этого мероприятия. Мы уже прошли тестовые турниры, это обязательно перед всеми крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры и, конечно же, включая студенческие игры и отзывы, самые-самые хорошие. Ну, а это тот самый прообраз талисмана студенческих игр, это лайка, это не юлайка, это лайка, очень миролюбивое животное, которое дает себя погладить, но, тем не менее, мы знаем, насколько оно выносливое. И поэтому взяли во внимание устроители студенческих игр, вот именно это животное, ну и юлайка будет встречать уже гостей универсиады. Атмосфера потрясающая, радость, улыбки на лице. И довольно большое количество участников, причем здесь можно участвовать, если у тебя есть опыт катания на коньках, или просто попросить своего коллегу, чтобы он научил сделать какие-то движения. А можно попросить и прославленных спортсменов. Чтобы провели мастер-класс. Ну и, естественно, универсиады, как и это мероприятие, поддержаны на всех уровнях власти. Ну, а это мастер-класс от Алексеева Морозова, двукратного чемпиона мира, серебряного призера олимпийских игр по хоккею. Говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины. Нет, конечно, но и настоящие женщины также прекрасно попадают шайбой в ворота. Многие известные спортсмены являются послами универсиады, и, безусловно, они принимают участие и в этом мероприятии, которое называется «Студенческая ночь». Ну, есть те участники, которые с прекрасной координацией. Они, конечно, не могут дать фору Алексею Морозову, но могут точно попасть в ворота. Ну, и, по-моему, Алексей Морозов тоже получает удовольствие от этого события. Зимняя универсиада будет впервые проведена в нашей стране. Ну, и Красноярск очень тщательно готовится. Как мы знаем, как мы говорили, тестовые мероприятия были проведены. Действительно, отзывы спортсменов очень хорошие. Все говорили об атмосфере. Ну, и даже многие спортсмены, которые входят в составы сборной страны. А мы знаем, что во время универсиады также по разным видам спорта будут проходить крупные соревнования, включая чемпионаты мира. Ну, так вот, многие спортсмены говорят о том, что они хотели бы принять участие именно в домашней универсиаде. Если, естественно, позволяет возраст. Ну, и, конечно, в универсиаде могут принять участие только студенты. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не оставил без внимания. Это событие. Ну, и также заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Ольга Юрьевна, курирует спорт, спортивную сферу, спортивную составляющую. 1 января года проведения соревнований. Ну, и условно, ребята, вы не здесь, но готовы к тому, чтобы праздновать сегодняшнюю ночь. Спортивную сегодняшнюю ночь. Поприветствуем на студенческой спортивной ночи чемпиона мира и Европы по фигурному катанию режиссера-постановщика церемонии открытия универсиаде 2019 года в городе Красноярск Илью Авербуха и символом универсиаде 2019 Елайку. Добрый вечер, дорогие ребята, добрый вечер гости. Давайте приветствовать наш замечательный Телесман и Лайка выходит сюда, на этот лёд. Давайте сейчас уже представим, как мы будем болеть за наших ребят на универсиаде в Красноярске. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие студенты. Сегодня в студенческой жизни самый главный праздник студенчества – Татьяне День. Мы начинаем всегда традиционно этот праздник с приветствия студенчества. И сегодня мы начнём с того, что поздравим всех Татьян, всем Татьянам России, горящие поздравления. Сегодня у нас особенный день. Это не только день начала всех студенческих калит, это день большого старта, димнего спорта для наших российских студентов. Сегодня мы собираемся в преддверии замечательного мирового состязания. Через 30 дней, 2 марта, в Красноярске, в России, откроется 29-е универсиадо. И мы сегодня, посвящая наш праздник, посвящая наши каникулы, замечательному, красивному событию. Всех праздникам, Голдамы! Спасибо большое, что представляется олимпийскому чемпиону, министром спорта Российской Федерации, Павлу Анатольевичу Колотову. Добрый день, дорогие друзья, дорогие студенты. Я рад вас здесь, на главном, как две страны, на красной точке, я отвечаю, что я с вами главный студенческий проект. Отвечать спортивную студенческую роль. Я очень рад, что этот проект не вырастал на регистрации, в котором проводят второе. В этом году мы его не исключаем, а в представящийся милиция нет Красноярск, в котором мы, конечно, все с терпением соблюдаем. Буквально через день она откроется в Красноярске. Этот праздник мы проводим в этом году в совместных субстанциях спортивного клуба при поддержке на сайте дарюк-дарюк-дарюк. Дорогие студенты, я вас всех поздравляю с нашим праздником. Поздравляю всех отец и своих людей. Желаю вам всех счастья и, конечно, спортивных рекордов. Здравия вам всех, дорогие друзья. Слово предоставляется представитель Ассоциации студенческой спортивного клуба в России Вячеславу Валерьевичу Морозову. Привет, самое активное студенчество в Москве! Здорово, что сегодня вы проводите этот день в здоровом образе жизни. Скажите, на кольки катайте. Я буду рад, как уже все замерзли, наверное. Желаю вам удачи на сдаче сессии. Спасибо. Здравствуйте, друзья! И мы очень рады приехать на сегодня наших подчеркных гостей губернатора Алтай-Клуба. Ну и мы вот сейчас поймем, о какой такой сессии говорили спикеры. Зачетку вывозит сейчас упряжка, запряженная собаками породы хаски. Ну а какое же студенчество без зачетки? И в этой зачетке только один предмет, который называется физическая культура. Ну а оценивать знания будет Юлайка. И вот поставит она зачет или не зачет. Я уверена, что в конце этого мероприятия, в этой книжке появится только одна запись. Зачет. Других не будет. Ну и мы видим, что появился многократный чемпион мира и Европы Алексей Тихонов и его партнерша Мария Петрова. Давайте посмотрим номер, который подготовили эти знаменитые спортсмены. Далеко там, где ты, далеко Все твои города заняло Заняло зима Все твои дома Далеко там, где ты одна Далеко там, где ты, далеко О, брат За тобой Смерть и дочь Просто так Просто так Пройдет Белый снег Белый снег Белый снег Белый снег Все это так Смерть и дочь Все это так Белый снег 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Браво! Чемпионы Европы, чемпионы мира, чемпионы наших сербейц, Мария Неменовна Алексеевна Тихоновна! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Благодарю Машу, благодарю Мёше. Спасибо большое, сейчас праздникам. Спасибо за замечательный подарок от Марии Алексеевны. Браво, ребята. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот уж правда, сказал Илья Авербух, и Алексей, и Маша, чемпионы наших сердец, но студенты, поклонники спорта и фигурного катания имеют уникальную возможность сделать селфи или просто фотографию с Алексеем Тихоновым и с Марией Петровой. И надо сказать, что наши прославленные спортсмены проведут сейчас мастер-класс, который мы, дорогие друзья, с вами увидим. Вот прямо сейчас. Ждём, встречаем нашу первую зимнюю универсиаду. Но, чтобы не замёрзли, или вы никак не замёрзли, но тем не менее, давайте начнём с чего-то такого важного для катания на коньках. Упражнение такой садочки, но мы ездить не будем, а на месте стоим. И поехали. Вниз, разночено так. Раз, два, встали, четыре. Раз, два, три, четыре. Ещё раз. Встали. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Молодцы. А теперь, друзья, усложняем это упражнение. Сделаем его. Садимся вниз, а ручки сядем наверх. Бросаем, выпускаем. И начнём так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И ещё разок четыре. Молодцы. Отлично. Правая сторона моя. Отлично. Левая. Молодцы. Хорошо. Давайте немножко потасуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хоп, 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 хоп. Отлично. Разве настроение. Разве. Терекану, улыбни. Хорошо. Отлично. Сиди. Служины. Алексей Тихонов, конечно же, прекрасно разбирается во всех тонкостях и спорта. И в первую очередь фигурного катания. Является сейчас нашим коллегой, комментатором. Блестяще вместе с Марией Петровой. Они комментируют чемпионат Европы по фигурному катанию. Ну и надеюсь, что и Алексея Тихонова, и Марию Петрову мы увидим уже в Красноярске в этом году совсем-совсем скоро. В прекрасной физической форме находится Алексей. Но вы видите, что он демонстрирует очень легкие упражнения, которые по силам сделать любому участнику этого мероприятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камеры, поможите здесь в стране, друзья! Спасибо! Молодцы! Ну и после такого и мастер-класса, и после такой разминки можно отправиться на эстафету. Вот она на ваших экранах. Тут посмотрите и хоккеисты, и фигуристы, и вообще все те, кто могут держаться на коньках. И вот, пожалуйста, с клюшкой, с хоккейной шайбой. Далее на ватрушке, кто быстрее. Дистанция совсем небольшая, маленькая. Но нужно иметь силы для того, чтобы провести партнершу. А далее метание. Валенка. Где еще такое увидишь? И, по-моему, даже валенки-то были с галошками. Ну и заключительный этап этой эстафеты, когда команда в едином порыве выступает на последнем этапе. Ну и, конечно же, победителей и призеров ждет церемония награждения. Такие эстафеты не будут проводиться, понятно, на универсиаде 2019 года в Красноярске. Но мы знаем, что 11 видов спорта представлены на студенческих играх. Это биатлон, карнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на излюбленный вид спорта Алексея Тихонова, Марии Петровой. Это фигурное кайтание на коньках. Это фристайл, кстати сказать, также представлен в программе универсиады. Хоккей. Хоккей с мячом. Ну и шорт-трек. Ну и вот, собираются победители и призеры, эстафеты на церемонию награждения. Победила команда Альянс. И все участники получают ценные призы, ну а вся команда получает диплом от Юлайки. Талисман студенческих игр Юлайка сейчас оценивала Юлайка все активности. Ну и мы ждем появления зачетки. Какой же вердикт строгого рейфери. Это... Это зачет. Это, конечно же, зачет. Ну что, дорогие друзья, студенческая ночь подошла к концу, а мы ждем студенческие игры, то есть универсиаду в Красноярске. С вами была Ольга Богословская. До свидания. Субтитры подогнали Симон.